Отталкиваясь, Михаил Сергеевич, от вашей информации по работе профсоюза, хочу просто вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться, потому что мы видим, какой сейчас осуществляется накат на так называемый официальный профсоюз. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться, тем более уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать, власть будет поддерживать на всех уровнях профсоюзы. Я работал первичной организацией, руководителем первичной организации в советские времена. И надо понимать, что они были между молотом и наковальными. С одной стороны, рабочие интересы которых и права которых профсоюзы защищали, а с другой стороны, интересы руководства предприятия. И тогда я особенно ярко ощутил, что такое профсоюзы и профсоюзные движения. Никогда им не было просто. Никогда вы видели, какое давление осуществляется на нашу страну, в целом нашу страну. Ну а профсоюзы, поскольку они заняли жесткую определенную позицию, на них осуществлялся и осуществляется этот накат. Поэтому надо к этому спокойно относиться. Кто-то уйдет из профсоюзов, там мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти, пусть выходит. Это дело каждого. Кто-то захотел уехать, пусть уезжает. Не надо никого держать. Вон сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за 2,5 доллара в день. Где миллионы, которые обещали? Или хотя бы тысячи долларов, которые обещали нашим? Поэтому пусть люди попробуют. Когда они попробуют это все, они сделают соответствующие выводы. Это к тому, что мы ни перед кем не должны и вы оправдываться. Вы проводите ту линию, которая прописана у вас в уставе, согласно наших законам.